Ааааааааа Я тебе помогу, а ты мне даже спасибо Спасибо, дорогая моя любимая Что-то ты меня путаешь Ты не поняла меня, Маша Смузийный дневник Привет, ребята опять, меня по-прежнему зовут Дарья И сегодня наши долгожданные моменты жизни за май Моменты жизни Ну и конечно Больше половины мая мы просидели на Карантине, кто-то на дистанционке У меня кстати сессия была, сегодня я в этом Расскажу, как всё происходило на дистанционке Поэтому садись поудобнее сейчас Теперь решите похрумчать, пожевать, потому что если это моменты жизни, значит это надолго. Нужно чем-то себя занять, смотрим как сериал. Садись поудобнее и мы начинаем. Девочки, сегодня мы решили. Мы сейчас жарим пирожки с яйцом и луком. И потом мы пожарим, отправим в духовку пирожки с... Капустой. Но не красной. С капустой, но не красной. Вчера готовили медовик. Шашлык делают. Шашлык. Они выходили на улицу мысовые, да? У нас дома шашлык. В духовке. Надо поперчить. Маш, ты солила? Нет. Маш, и солить это две разные вещи. Опа, пошла жара. Момент жизни сидела. Что-то Саша решил не мелочиться, я смотрю. Там он ему книжки такие все заставляет. Книжки для рыб? Про рыб? Капец. Капец, конечно. Рассказывай в истории, тут же раньше у нас стоял аквариум. Саша решил не мелочиться. Что-то два маленьких аквариума. Тут Дема жил, тут остальные рыбы. Шушера какая-то жила. И вот он решил их все продать, не мелочиться и купить огромный себе стумбаю. Ну нет, реально, купила бы сюда щуку, а не каких-то рыб. Какую щуку? Может, еще что, выращивать там? Соня. Да? А что, на рыбалку бы ходили? А что ты ему не предложил наши банки, которые мы отдаем? Че? Я ему, знаешь, что говорила? Когда он всякие вещи продавал на Авито, говорю, предлагай людям, может, кому-то нужны банки. А чего это такое, прям, что ли? Прям так? Крышка вшит, в паен. Я тебе помогу, ты мне даже спасибо. Спасибо, дорогая моя любимка. Сейчас опять пищу. Любимка. Я рассказываю, мы сейчас в час ночи сидим с Юлей и играем в маски в Инстаграм. Сейчас отгадываем. Любой стиль бортом. Протанечку и плачет. Океан. Океан. Вот Океан это Океан. Я не знаю. Тихий? Нет, какой пресный? Она не сильно не пресная? Сейчас тихий. Я думаю, тихий, ты такая умная. Я такая умная, я даже не знаю. Квантер это... Там очень много вопросов, я половину, я не знаю. Столица Португалии. Ну-ка, Лиссабон. Любой стих Высоцкого. Если друга пти, бери. Если друга не то, а так... Моменты в жизни. Я, короче, нашла маску. Ну, есть в ТикТоке мем, типа... И любая профессия. Есть, в общем, мем вот Экл, сейчас его покажу, так он выглядит. Вот, я нашла сегодня эту маску, которую дашь, и она, не сказав мне спасибо, начала играться с ней даже. Мне три раза вышла это... Актриса. Актриса. Я не хочу быть актрисой. Ну, если мне и сейчас будет актрисой, я реально буду актерской на стороне. Я хочу быть содержанкой. Я хочу тоже содержанкой быть. Аристократка. Ах, ты аристократка. Как получим диплом, гоп-стоп, дубай, махнём в деревню. Сейчас Силя читает мое сочинение на английском языке. И она не очень сильно почему-то довольна. Мне не будет тебе писать, Сил. Оценку. Какую бы ты поставил оценку? Ну, если бы я тут писал ребенок, ну, типа... Двух, да? Каких двух? Второго класса. Это пять. Да, безусловно. Чего меня смущает, смотри. И у нее, главное, готовит кушать. У мамы и у брата с папой написано по-разному. Тут кукинг, а тут prepare food. Может, ты уберешь одну из них? Они у тебя что, все готовят? Не, она просто хочет показаться нингвистам. Хочет показаться, что она имеет разные слова в использовании. Я могу вот так вот... Да. Пусть она тут напишет country, а потом... Вьюш. Ты знаешь, что housewife, это дословно, домашняя жена. Each of us has the same response... Даже еще раз? Each of us. Each... Ас? Там прям ас. Саша, ас, это не жопа. Ас, это мы. Ну, я понял, там одна ас. Тот объект, который, типа, вход. Я тебя попросила мне объяснить. Нет, он станет... Если бы ты не понимала, что ложные вещи, я бы тебя так наделал. Ну, я не... Мне это не объясняли. Он думал, что звездочки у меня стрелочек. Блин, откуда я знаю? Я бы подумала, что звездочки, это тот объект, который, типа, вход. Я тебя попросила мне объяснить. Нет, он станет вот так вот, типа... Ну, п***, ты чё, тупая, что ли? Ты чё, не видишь, что ли? Нет, я не понимаю этого. Ну, если ты не понимаешь поверпоинт, то нужно... Да не делай! ...но нужно выйти на программиста по музыке! Я не пошла на программиста, я пошла на... Нет, у нас специально написано... Прикладная информатика в музыке. Саша, скажи мне, пожалуйста, если бы я пошла на программиста, мне выдавали такие задания. Нет, она не знает, она не знает поверпоинт. Знаешь, в чём проблема твоя? Я просто поинтересовалась, что я делаю не так. Он пришёл, опять выставил себя самым умным, ведь он самый умный в программировании. И стоит с пеной рта, такой... Ну, ты тупая! Тебя просто просить, Саша, ни о чём я не хочу. Не прости в тебе. Да я не понимаю, как это делать! Нет, главное, у неё всё по шагам написано. Первое, откройте это, второе, стрелое... Там даже стрелочки налетом сюда, туда, туда и туда. Она сидит, я не понимаю, ей вот прям вот ржевали. На, жуй, дожёвывай. Да с удовольствием. У нас, в общем, опять продолжается история сажания непонятных растеничек. Если они не зайдут... А, они уже зашли, почему они должны зайти. А, ну я... Агрономы. Вот видите, все думают, что молодёжь, она какая? Плохая. А мы какие, смотрите, хозяюшки, землеройки. Мысли, что окна потом помоем. Мне надо писать в комментариях, что у нас окна грязные. Вот и всё. Короче, что происходит? Я... Типа свет. Солнечное утро. Открываю холодильник. Вижу вот эту прекрасную инсталляцию. Вы посмотрите. Тут мёд, в нём сыр. Тут варенье, в нём имбирь. И как бы ну и не уберёшь... Жалко, он останется. Он же в своей жизни... Он тебя не трогает, тогда его тоже не трогай. Что больше тебе нравится? Мне больше нравится мёд и сыр. Почему? Я не знаю. В этом есть какая-то что? По цветовой коррекции мне нравится. Расскажи, чем случилось-то у тебя, я вижу, этот пин. Да короче, вчера мы мыли окна. Есть там вот эта пинка, которая, как сказать, регулирует щель. И я её вот так вот открыла и нагнулась. Вот тупая, ни шо не скажешь. Но как бы и прошла сюда вот этой частью... Повезать мультик. Смотрите, и сбивает. И я просто... Я вот так вот руку держу. Я думаю, я всё, я не вижу. Походу, даже не видно. Я реально походу по глазу брожаю. Думаю, я вижу, я не вижу. Что делать вообще? А вот как бы... И я вчера очень крутая, молодец, заклеила пластырь. Вот так, конечно, пластырь только видно, огромный. Пошла на улицу, и на меня все смотрели. Потом я решила записать об этом историю, как бы, в Инстаграм. Записала и легла. И когда она ложилась, я ещё... Там шишка вышла. Я вот сейчас только трогаю. Реально же шишки. Реально? Что-то ты вообще покалечная. Я, короче, об угол этот ударилась. Тумбочки просто... На! Моменты жизни. Ну, давай, рассказывай. В общем, мы сейчас покушали вкусно-ролл, и мы такие с девчончиками решили немножко погуляться. С утра нам говорили, что будет дождь, но Саша нам в спину рта указывал, что не будет дождя. А мне Яндекс, погода, и говорит, что нет дождя. Мы сейчас вышли прогуляться, типа, до магазина. Ну, с самокатом первый раз в этом году, между прочим. Что вы думаете, идёт дождь? Мои очёчки запотели. Знаешь, что я подумала? Девчонки мне говорят, что сейчас я похожа на Яндекс. Ну, так-то да. И вот идти прокатить. Сейчас, секунду, я вам покажу. Давай, давай. Я вам сейчас покажу, смотрите. Вообще драйв. О-о-о, вообще крутая. Не видно. Короче, ребята, мы нашли уток, и она так дрифтанула. Давайте, девчонки, поднажмите, поднажмите ещё чуть-чуть. Ильичка у нас это, природная. О, щипщик прилетел, щипщик. О, чайки, ты это видела, да, дрифтует? А ты это сделала? Да. Юля, ты как белоснежка. Не знаю. О, махач. Я же всем раздаю. Меня аж дёргает, не драться. Юля, аккуратно, пожалуйста. Он давает конкретно, конечно. Моменты жизни. Короче, тихо, не орём. Сейчас у меня всё будет. Ательельное шоу. Пу-пу. В общем, ребята, сегодня у нас 12 число. По идее, по всей России сняли ограничения карантинного режима. Но, однако, у нас продлили его до 31 числа. Это первое. И второе. Прямо обязали всех носить перчатки и маски. Иначе тебе штраф 4 косра рублей. Мы сейчас сходили с Марией Петровой фикс прайс. И нашли такой набор для творчества. Как написано, набор для творчества и безопасности за 99 рублей. Тут можно сшить 3 комплекта масок много раз. Это не в четверо. Да, вот я тоже хотела про это сказать, что тут нарисовано четверо, а комплекта трое. Что-то нам, мне кажется, кто-то приёмный. В общем, так как у меня есть хороший скилл в творчестве, мы сейчас их красиво коса шьём. Конечно же, нашего любимого желтого цвета, то есть моего желтого цвета любимого. Я понимаю. Погоди. Всё верно. Типа ты берёшь 3 отрезка ткани, как я поняла, вкратце расскажу. Сжимаешь, вот тут отрезаешь, вот красиво ходишь. Всё. За вот эти вот сотки... Это за сотку какой-то... Ещё самого надо делать? 3 этих тканей? А у тебя чего отсела? Вот, куда я тебя спросила, типа, это всё очень мощно забрать. Дарья умеет читать. А отрезка работает? Сложить ткань пополам обратной стороной, да? Вот у нас ткань пополам. Я не понимаю, почему реально тут нарисованы 4 человека? Да. В комплекте 3. Чё, одного не жалко и этот? Выбрасываем? Края маски отогнуть по сантиметру... Промари, мне понадобится твоя помощь. Приди за что-то гладить. А почему обратной стороной? Всё. А инструкции? Прогладить. Прогладить. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы так же гладите на столе, если вам лень ставить этот стол вот этот вот чёрный. Что они хотят от меня? Всего сейчас длина 18 сантиметров. Мне нужно уложить 3 вот эти линии, которые будут по 2. Получается по 4. По 4. Это 4 с чем-то. Возьми 4 и 2 миллиметра. Чё-то ты меня путаешь. Ты не поняла меня, Маша. Честно, вообще без понятия. Некорректная, на самом деле, инструкция. В общем, момент истины. Ребята, ребята, сейчас всё будет. Чё-то, по-моему, я неправильно сделала. Блин, тут не показывала правильно, как бы решить. Походу, я неправильно шла. Мешочек какой-то получился, блядь, на палечник. Шо это? Как это? Вложила. Положила. Что от меня просит? Типа чё? Типа как? Блин, ну это сможет. Не надо с мамой посвящаться. В общем, я очень долго мучилась, чтобы более-менее что-то состряпать. Я уже посвящалась со своей мамой, как правильно шить. Потому что ту инструкцию, которую дают фикс-прайс, она вообще, понятно, неудобна. По итогу, что получилось? А что скрипит? Вот такая вот чудесная маска. Ручной работы ты вот так вот делаешь. Мне очень удобно, что у меня есть очки. И вот так вот, оп, оп. Красота. Неимоверно. Только я вот не знаю, зачем она мне нужна, если я сижу дома. Вот так вот надо носить. Вот вирус видит, что вы, в принципе, защищены и уходит. Всё. Зачем вот это ещё? Дышать неудобно. Быстренько рассказывай, что произошло. Мы купили котёнка. Зачем? Мы заходили и назвали её Джин Бим. Я вижу, что он сейчас набросится. А может, на пол её? 100 рублей мы не открываем ящик. Кот в мешке! Мне что-то сомосик. Ну давай. Скопай, бросится. Красотка. Капец. Привет. Она такая маленькая. Давай, давай, берём, молодец. Давай, свети. Давай, 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 иди сюда. Сюда, иди. Она там? Она в мою сторону. О, носок. Слушай, ой, ещё один носок, Саш. Ну давай, рассказывай, как к этому пришла, откуда дитё. Это всё нам интересно. Так как нам сесть? От святого духа. От святого духа. Та пусть идёт. А, всё идёт. Мадам, расскажите, как вы тут очутились? Тебя аж фокус не видит. Настолько кроха. Сейчас, в следующей неделе всё откроется, я выйду на работу, и Маша тоже выйдет. Бутвуха. Да? Да? Да. Да. Рассказываю вам из Трит Тайм. Как вы знаете, что мы живём в Питере на съёмной хате. И у нас есть такой человек, Карен Додайц, да, называется? У нас в ванне начал протекать кран. Ну, сначала как бы чуть-чуть капал, потом он начал прям вообще хорошо строю и капать. Дошло до того, что мы поставили миску, а там просто прикол в том, что один кран на раковину и на ванну. То есть мы его постоянно туда-сюда крутим, чтобы была вода. Как додуматься сделать отдельно, он не додумался, как бы, типа, отдельно для раковины, отдельно для ванны. Ну и вот, дошло до такого, что у нас просто начал там водопад в две дырки вот так вот лететь. Один в кран, другой мимо крана. Мы сегодня решили, наконец-таки, его заменить. Ему написали, он такой сказал, типа, ну... Ну да, мы его купили, но он как бы платит он, да, за хату платье меньше. Мы еще купили ключ для него, мы с этим ключом отдельные истории сегодняшнего дня. Мы купили универсальный ключ, чтобы, ну, кран закручивать, потому что дома его, естественно, нет. Еще потратили 30 рублей, грубо говоря, а он не подошел, потому что он был маленький. Мы пошли с Сашей в строительный магазин, поменяли его, потом пошли в Галамарт. Сегодня капец какой день, у меня еще сломался адаптер для ноутбука. У меня сессия идет, значит, мне надо делать эти гробаные задания. Кран фигарит, а адаптер не работает. Так мы сегодня пошли, Саша, в этот строительный магазин. Купили новый универсальный ключ, поменяли старый, купили новый. Сейчас Александр закрутил кран, и это просто очень хорошо. Вот он... Да, Зай! Я просто и поставила руки, я думаю, придет. Ручки-то... Давай сменить. Я боюсь ей причинить боль. Зай, у меня такие серые глаза. Все хорошо? Тихо, проверяем. Давай. Так. Так, сюда резинку. Здесь нет резинки. В душе тоже нет. Вот еще две вот эти резинки, все. Ну все, пока. Че случилось-то? У нас кран протекает. Здесь не протекает. Он, кстати, так плавно переключает, не то что у нас это так. Не протекает уже хорошо. Ура! Спасибо, Александра, за золотые ручки. Моги, я сломаюсь от тебя. Когда я это увидела, у меня психика сломалась. Саша мне решил показать Летибак. Да, я вот такая вот, так. В общем, ребятня, я же учусь на музыкальной звукорежиссуре, и у меня сейчас проходят сессии. Одно из заданий — научиться писать аранжировку к песням, соответственно. Мне сказали скачать программку. Это Ableton Live 10 Suite. Задание надо найти пресет драм-партии. То есть вот это... И мы подумали с Юлией, что почему бы нам не записать трек стере Моргенштерна. Мы ищем сейчас пердящий бас. Прям такой... Нет, это, кстати, это Abstep. Нет, Abstep, что ты сделал? Короче, мы более-менее нашли вот такой. Нет, ты знаешь, пульс похоже на попсу, который на попсу. Мы тогда будем искать. Хавали-навали вот это все. Хавали-навали. Надо что-то... Вот тут... Надо будет подрезать. Тебе нужно будет басы на кей. Тебе прям передачи басы. Прям бочку, бочку надо. Я знаю, а че, если реально научиться писать биты? Это хип-хап. Как будто они сенотипные. Ну вот это... Ты чувствуешь разницу? Даже я с музыкальным образованием, мне особо чувствую разницу. Так тебе надо вернуть там, где баска. Офигенская. Подожди, а вот это прикольно. Мне нравится. Скажу сразу свое оправдание. Вот те вопросы, которые говорили другим людям, я понимаю. Свой вопрос не совсем поняла. Но как я поняла, я отвечу. I can Elvis keep myself busy at home. Да, yes, for example. And sitting in a TikTok. Plastic for recuggling. Recycling, yes. Так, я вас понимаю, но я не могу понять. Yes, я помню эту тему. Там я слова даже выписывала. Так, сэндвич. Слово каша сложно, но я его так и не запомнила, но я его помню. Ой, ну вопрос очень неоднозначный на самом деле. Я даже не знаю, как вам ответить. Да, и... Ой, даже не знаю, что сказать. Я думаю, Тичи, погодите. I think I... А-а-а. Так, я забыла квешен. Bye-bye. Короче, я тетушка этой кошки. Я всегда ее защищу. Я, в общем, всегда за нее горой, как и любая тетушка. Потому что, да, потому что это же не мой ребенок, не мое животное. Поэтому я могу им всегда дать, как сказала Кали Дженнер. Девочки, давай, да не делай это. Давай, покажи нашим зрителям, что ты делаешь. Так, лайфхак. Давай, берем маршмеллоу. Массажер. Ага. Вечер у костра. Так и что смысл-то надо поближе? Какой поближе? Что барбекю, что ли, было? Вот, вот. Это барбекю, да? Уже как горит. Это барбекю, это все. Это брак. Это брак. Ну, давай, пробуй. Ну, delicious. Блин, а в этом есть что-то, на самом деле? В общем, ребята, так как кошка уже подросла, она резвится, но у нее нет своего дома. И мы вчера с Юлей просто гениальную идею придумали. Сделать из коробки с капиццы ей дом. Давай продемонстрируем, как он примерно будет выглядеть, Юля. Мы берем три коробки. Короче, что мы планируем сделать? Не как треугольные обычно. Мы хотим сделать сооружение в виде квадрата. Ну, то есть вот эту штуку ставить сюда. Эту ставить сюда. А вот эта нижняя, держи теперь вот эта, будет вот этим защелкать. И у нее будет... Слушай, такая хата нормальная. Вообще, вообще балдеж. И вот у нее будет примерно такой хаос. Мы создаем свой хаос. ТикТок отдохнет. Лего, 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 лего. Контактный клей Титан. Кошка охрене. Мы сделали Бими новый дом. Я не знаю, будет ли она там жить или нет, на самом деле. Потому что пахнет пока клейм так. Что ж, у-у-у. Я надеюсь, она оценит труды. Эта кошка не будет опрокидывать моих хомячков. Прикиньте, она сегодня девочек опрокинет. У нас здесь кормишь, она не хочет жить. Мы даже ей тут полотно положили, чтобы было мягко. Сейчас мужчина пройдет. Вот такое покажу. Просто парку. В общем, я решила продолжить делать бумагу. Ручной работы. И я посмотрела много туториалов, где добавляются какие-то цветения красивые. Сейчас же период сирени. Всех вот этих благоуханий. И я решила тоже добавить сирень. Мы нашли около дома. Вот такой вот. Но тут есть преграда. В прямом смысле этого слова. Что вы думаете, я буду делать? Какой же крутой парку. Блин, вот с этой стороны, конечно, получше даже будут. Я орну за него, эта бумага не получится, потому что. Женщина, что вы там делаете? Смотрите, не видно. Девушка, давайте я сфоткаю. Маме подарочек, букетик. Я ледяная, как розовая смузи. Короче, Дэшу или Нэшу купила блендер. Да. Чтобы делать бумагу и смузи. Так как бумагу она будет делать вечером, где мы делаем смузи. Первый раз в своей жизни. Мы делаем смузи из бананов, яблок и йогурта кузнечного. Опа, пошло. Ты уже и нож замарала, и же ложку замарала. Девочки, смузи. Малдежь. Вкусно? Очень вкусно. Я снимаю ужасно. Итак, дорогие мои друзья, зрители и товарищи нашего YouTube канала. В общем, я реально первой в жизни пробовала смузи. Мы сейчас посмотрели, мне по вкусу очень понравилось, очень пикантно. Касаемо этого стакана, девочки мне такие говорят, Даша, принеси бокал для коктейля. Я говорю, что значит бокал для коктейля? Они говорят, вот ты его увидишь, и ты резко захочешь как бы туда налить коктейль. Я такая, хорошо, принесла вот эти бокалы. Я считаю, что он очень гармонично смотрится, особенно ты посмотри его, видишь? Вот, в общем, оставайтесь вместе с нами, берегите здоровье. Не меняй её, смотри. Я снимаю. В общем, я решила, я подумала, что можно сделать ежедневник такой, ежедневник, а смузи. Смузийный дневник. В общем, вот так вот заведём и будем просто описать рецепты. Вот такой, и просто ставить оценку, ну, типа, насколько. И каждый раз, когда мы решим делать смузи, мы будем листать, и такие, какой босеватый тест, да, можно в отель, да, можно в отель. Мы далеко от косы не уходим. Сразу же, сразу же мы этому смузи дали название, Дашин свитшот, потому что это как... Предыдущая серия, да. Вот картинка этого свитшота, мы предыдущая серия его как раз делали, и он точно такого же цвета. Так, и чё? Всё, вот. Всё записано. Дашин свитшот, тут как бы на 1350 миллилитров. Ну, если тебе понравился этот видос, то можешь поставить свой лайк. Поэтому обязательно всё пиши в комментариях в твоей дальнейшей плане на лето, чем будешь заниматься, куда будешь поступать. В общем, всю твою жизнь, былую, бытовую, обязательно напиши, я всё прочту. Ну, а меня по-прежнему зовут Даря. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok